Выставка Третьяковская галерея в Новосибирске живопись и скульптура 18-го первой половины 20-го века открылась уже в Новосибирском художественном музее, проработает до 1 июля. У вас много времени еще, надеюсь, что все успеют. И в гостях у нас искусствовед, научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Надежда Александровна Масенкова. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Рада всех видеть, рада, надеюсь, что меня тоже слышно хорошо. Ну что, какие именно сокровища Третьяковской галереи в Новосибирск попали в этот раз? Почему именно они? Ну, над выставкой мы работали очень долго. Так получилось, что ее готовили в 2015 году к юбилею Победы. Но тогда она не состоялась по ряду разных финансовых причин. И вот, наконец, в 2018 году мы привезли 35 произведений. Из них две скульптуры, 33 произведения живописи. И мы постарались отобрать таким образом картину, чтобы они представили все жанровое многообразие русского искусства, начиная с 18 века и заканчивая первой половиной 20-го. Представлены жанры и натюрморта, и пейзажа. Ну, жанровая живопись, конечно, и передвижники. Как же без них? Каких авторов это произведение? У нас, в общем, самые первые имена. У нас и Иван Николаевич Крамсхоль встречает публику Иван Шишкин, Василий Иванович Суриков. Ну, много замечательных художников. Но на фасаде музея вы увидите этюд главы Иоанна Крестителя, Александра Андреевича Иванова, картине «Явление Христа народа». К знаменитому полотну, которое было здесь, в эвакуации, в Новосибирске, с 41-го по 44-е годы. И поэтому эта работа, она стала символом этой выставки. Да, да, да. Она у нас изображена на баннере, на пригласительных билетах. Потому что, конечно, это гигантское полотно было очень трудно сохранить. Во-первых, когда такие большие работы, их снимают на вал, накатывают. И вот этот вал с этим полотном был сюда доставлен эшелоном. Выставка, конечно, будет рассказывать вводную часть. Эта выставка посвящена именно эвакуационному периоду, когда Третьяковская галерея сюда привезла свои экспонаты для того, чтобы они сохранились и не попали под обстрел, под бомбежки, которым подвергалась Москва. И когда я тоже знакомилась с материалами этой выставки, ну, конечно, я как куратор подключилась несколько позже, потому что я рассказывала выставка, да, очень давно готовилась. И меня потрясли те факты, что в 20-х числах июля, там, 15 июля эшелон уже был подготовлен, там, буквально, 22 июля началась война, да, и 20 июля произведения были отправлены поездом в Новосибирск, а с 10 на 11 августа начались бомбежки. Уже бомба попала в Третьяковскую галерею, и был разрушен переход, был нарушен климат, и это был подвиг просто человеческий, что за такой короткий период произведения были упакованы в ящики. Причем, насколько я помню, все. Или все-таки нет? Да, это производилось постепенно, разумеется. Что-то все-таки пострадало? Нет, вот за годы войны, удивительно, да, не пострадало ничего. И все благополучно из эвакуации точно так же потом вернулось в Москву. Ни одно произведение не было утеряно. Более того, можно говорить, вот только поклоняться тем людям, которые все произведения соблюдали все нормы, они соблюдали температурно влаженческий режим, в нечеловеческих совершенных условиях, да, страдая сами, голодая, но произведения сохранились, практически ни одно из них не пострадало. И, конечно, подвиг этих людей, просто подвиг сотрудников Третьяковской галереи, тех, кто помогал им в этом. Лучшая иллюстрация выражения «красота требует жертв». Ну, в данном случае жертв, к счастью, никаких не было. В плане человеческих усилий. Но это был подвиг, да, безусловно. Вот, смотрите, привезли 33 картины и 2 всего скульптуры. Ну, так, чисто для удобства транспортировки, раз их всего 2, да, можно было их даже и не брать. Но что-то в них все-таки особенное. Почему вы их взяли и что за скульптуры? У нас, мы так предполагали, что будет зритель встречать скульптуру Марка Антокольского «Местор летописец». Вообще, можно сказать, что тема выставки, она, конечно, связана с историей, с русской историей. Потому что представлена картина Сурикова «Покорение Сибири» Ермаком, но без нее было бы никак. Да, у вас Ермак встречает всех прилетающих в аэропорт Пумачева. И мы, конечно, тоже посчитали, что этот исторический герой очень важен для Новосибирска. И «Местор летописец», как создатель «Повести временных лет», конечно, основатель, можно сказать, русской истории. Поэтому его скульптуру мы включили вот в эту выставку. И вторая скульптура – это Анна Семеновна Голубкина «Березка». Она такой яркий образец скульптуры, импрессионистической скульптуры, если можно так сказать. У нас на выставке представлены замечательные произведения Константина Коробина, Николая Тархова. Такое одно редкое произведение женщины-художницы Ольги Людвиговны, Делла Воскардовской. И все эти произведения, они рассказывают нам о русском импрессионизме. И рядом с ними как раз произведение скульптуры Анны Семеновны Голубкиной. «Березка» – девушка тонкая, у которой платье трепещет на ветру. И когда истопник, который помогал Анне Семеновне, когда она эту скульптуру лепила из глины, вошел в ее мастерскую и увидел эту девушку. Она сказала, что она трепещет, как березка на ветру. Поэтому у нее такое название у этой девушки – «Березка». Но эта скульптура бронзовая. Анна Семеновна Голубкина предполагала ее сделать из дерева. И большую двухметровую фигуру она уже начала готовить. Но вот и не успела завершить эту работу. Деревянная скульптура в русском из них родится. А вот еще вернуться к эвакуации, хотелось бы. Будут в пресс-релизе указаны архивные материалы. Что за материалы? Это фотографии. Вот как раз я принесла книжечку вам показать. Фотографии, документы, какие-то постановления. Грамоты в том числе за успешную работу директором филиала, который был организован здесь в Многосибирске, был директор Третьяковской галереи в те годы Александр Иванович Замошкин. И, конечно, его сила, энергия и его предприимчивость во многом она помогла спасти произведения не только из Третьяковской галереи, но, как я говорила ранее, и из Ленинградских дворцов-музеев, и из других музеев Москвы и Петербурга. Вот тут в книжке есть даже изображение командировочного удостоверения кому оно выдано, сотруднику Государственной Третьяковской галереи сопровождать груз художественных коллекций в вагонах. Срок командировки 35 дней по 1 декабря 1941 года. У нас к этим документам есть аннотации, чтобы зрителям было легче разобраться в этой обширной документации. Это все подлинные документы, они хранятся в архиве Третьяковской галереи. У нас обширный архив, и вот специально мы подобрали для выставки вот эти экземпляры. А также фотографии, очень интересные, уникальные фотографии. Они сделаны были здесь, в Новосибирске, во время эвакуации. Во время эвакуации, да, и не помню, говорили мы с вами или нет. Во время эвакуации все произведения из Третьяковской галереи хранились на помещении театра Отера и Балета, который тогда назывался Дом науки и культуры. Он был построен прямо перед войной, но его не ввели в эксплуатацию. Более того, даже не успели одно крыло достроить. И поэтому ящики с произведениями находились там, и сотрудники жили там же в театре. И там же они, как только приехали, стали организовывать выставки. За 1943 год филиал галереи в Новосибирске, он провел, сейчас вам скажу, прошу прощения, за 1942 год 12 выставок. Их посетило 160 тысяч посетителей во время войны. Вот как это важно, сохранять прекрасное в такое время. И я знаю, что до эфира мы успели немножко поговорить, Надежда Александровна, она рассказывала, как сотрудники галереи приезжали с семьями, а оказывается, их здесь даже не ждали. Расскажите. Да, действительно, когда эшелон с ящиками уже стоял на вокзале Новосибирска, они стояли там долгих 8 или 12 часов, и это был наяв. Нет, прошу прощения, не ноябрь. Просто несколько было эшелонов. Когда-то это был июль, когда-то ноябрь. Да, да. Частями взлив какие-то. Но уже тогда, в общем-то, было какое-то предзимое эшелон, что он достаточно долго, в течение месяца из Москвы до Новосибирска добирался в поезд. И когда он сюда пришел, то отправили посланца в город, в обком партии, где их встретили, сказали, что мы не получали никакого приказа из Москвы, и мы не знаем, куда размещать экспонаты, ящики, тем более людей, потому что никто не встречал здесь с распростертыми объятиями. И вот были предприняты срочные усилия, и спасибо, конечно, городу за то, что город принял, нашел это место, и этот театр стал приютом. Куда бы мы деться? После рекламы мы вернемся к обсуждению много интересных историй, нашли. Немножко о таких чудесах в темные времена говорим вместе с искусствоведом, научным сотрудником Государственной Третьяковской галереи Надеждой Александровной Мясенковой. Доброе утро еще раз. Выставка Третьяковской галереи в Новосибирске живопись и скульптур продолжается. Впервые за 25 лет надо отметить. Да, 93-го года здесь мы были. Мы всех приглашаем в художественный музей, посмотрите. До 1 июля время еще есть, но не тяните, потому что очень много всего интересного, в том числе и архивные материалы. И как раз мы рассказывали о том, что во время эвакуации, во время войны очень много ценностей, практически все ценностей Третьяковской галереи были здесь, в Новосибирске. И не только здесь показывались выставки, но и даже пытались реставрировать картины. Да, совершенно верно. Был период, была доставлена в Новосибирск, пострадавшая уже в войну картина, огромная картина. Это панорама обороны Севастополя, Франция Рубо. И было принято решение в этих условиях здесь, в Новосибирске, не имея в общем достаточных материалов для этого, реставраторы Третьяковской галереи, эти реставраторы из других музеев, которые были в эвакуации группой, они реставрировали эту картину. Это очень сложная работа, большие произведения. Для этого, во-первых, нужно много места, чтобы расстелить это полотно, во-вторых, нужны специальные материалы, они все делали сами. И одним из видных таких реставраторов, кто возглавлял эту группу, был Степан Сергеевич Чураков. И в нашей группе, которая сегодня, в эти дни, приехала в Новосибирск, его дочь Алена Степановна Чуракова, она возглавляет реставрационные мастерские на Крымском валу Третьяковской галереи, мастерскую реставрацию масляной живописи, его дочь. И вот она приехала, чтобы тоже делать выставку. Такая связь с времен очень интересная получается. Здорово. А в той выставке, которая сейчас к нам приехала, картины есть, которые были как раз тогда, здесь, в Новосибирске? Да, да, мы забыли, наверное, об этом сказать. Какие именно? Из вот этих 35 произведений, 14 произведений были в эвакуации здесь, в Новосибирске. Ну, просто некоторые, которые мы привезли, они поступили уже после войны. Вот, ну, те же картины приходят разными путями, и, как вы знаете, не только Павел Михайлович Третьяков был основателем, да, но потом был совет Третьяковской Ну, он начал, да. Да, который приобретал уже после его смерти произведения. Ну, а в советское время, конечно, с помощью Министерства культуры и дары какие-то поступали, и поэтому произведения более там ранних художников, да, но они к нам поступили позже. Вот, кстати, картина Иванова, о которой мы говорили, она же к нам пришла из Румянцевского музея, это были уже 30-е годы, и Третьяков не покупал. Вот. Что касается произведений, которые были здесь в эвакуации, как раз вот мы говорили о скульптуре Анкокольского, она была в эвакуации. Скульптура здесь, да. Замечательный портрет Дмитрия Левицкого. Это вот художник XVIII века, и одна из самых, самая ранняя работы, наверное, вот из представленных на выставке. Также в эвакуации здесь был пейзаж Шишкина, который вы увидите на выставке, картины Судякова по карине Сибири и Ермакома, о которой мы говорили. Также пейзаж Саврасова, День на Волге, работа Рябушкина и Левитана. Да, и замечательный портрет Ильи Ефимовича Рейпина, портрет композитора Цезаря Куи, вы увидите. Надо сказать, что в Третьяковской галерее готовится большая ретроспективная выставка Ильи Ефимовича Рейпина к его юбилею. Она откроется весной следующего года, если будет у зрителей такая возможность, в залах на Крымском Волу будет огромный выставка Рейпина, поэтому мы с большим удовольствием привезли этот портрет. Но скоро его увезем, потому что в следующем году он будет нам нужен на выставке уже в Москве. Вот раз мы заговорили про пополнение коллекции музея, сейчас они, я думаю, тоже продолжают пополняться. Можно спросить вас, какое последнее приобретение у Третьяковской галереи было? Знаете, я, поскольку все-таки сотрудник определенного отдела и наш музей настолько большой, что иногда мы не знаем, что в наших других отделах происходит. Ну, из того, что вы знаете. Из наиболее свежих приобретений. Из наиболее свежих приобретений у нас дар владельцу Некрасову, он владел сетью парфюмерной Арбат Престиж, у него огромная коллекция современной живописи. Вот сейчас он передал нам дар части этой коллекции, она представлена в двух больших залах, там произведение в основном московских художников, Натальи Местеровой, также Татьяны Назаренко и многих-многих других авторов, которых просто боюсь забыть, кого-то не упомянуть. Но, в целом, к нам поступают и дары, и какие-то запутки до сих пор в Министерстве культуры, спонсорские, конечно, средства тоже оказываются. Наверное, это все-таки в большинстве современные, да? Или нет? Не обязательно. Или есть какие-то реликвии? Бывает, да, из частных собраний. Вот у нас сейчас в постоянной экспозиции висит картина Валентина Серова «Полоскание белья» 1912 года, она известна, она воспроизведена во всех каталогах, она находится в частном собрании. Вот сейчас мы выйдем переговоры о том, чтобы эту картину приобрели для Третьяковской галереи. Ну, это, в общем, дело времени. Не всегда такие переговоры заканчиваются успешно для галереи, но мы стараемся, чтобы поступали к нам произведения до разного временного такого диапазона. Если будете в Москве, обязательно заходите, оказывается, там есть все, и современные, и в том числе. Сейчас надо пригласить еще раз всех. Давайте. Давайте приглашаем. Да, ну, наверное, я должна высказать благодарность директору Новосибирского художественного музея Сергею Михайловичу Дубровину, который, в общем, предпринял массу усилий для того, чтобы эта выставка состоялась, и коллективу всему музею. И прежде всего Ольге Николаевне Шаболиной, заместителю по выставочной работе, и Светлане Павловне Голиковой, которая очень много сделала для того, чтобы каталог был издан вовремя в том виде, который есть. Ну, а также всем сотрудникам музея, коллективу мы приглашаем всех зрителей на выставку. Ну, сегодня у нас день открытия, такой волнительный, очень торжественный день, а завтрашнего дня, я думаю, что будет уже это спокойнее, можно будет приходить. Официальное открытие сегодня вечером в 5 часов. До 1 июля, напомню, работает. Да, до 1 июля. В общем, приходите, смотрите, вот, и получайте удовольствие. У нас в студии была научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Надежда Александровна Мусенкова. Спасибо. Спасибо вам. Мы тоже говорим всем слушателям спасибо. В студии для вас работали Талалаева Настя. Александр Часоветин. Всем добра и любви. Берегите себя. До свидания.